Истина. Практически от самого начала существования человечества и до сего дня поиски ее не прекращаются. Что есть истина? Как мы можем найти ее? Давайте же рассмотрим еще одну попытку найти истину сегодня. В действительности у меня есть весьма логичные и разумные причины верить в то, чему разум и логика не могут меня научить. Парадоксально, но чем больше наука открывает нам сложность жизни, тем менее правдоподобными становятся теории, объясняющие ее происхождение. Квантовая физика удивительным образом показывает, что природа на самом фундаментальном уровне укрепляет человеческую веру так, как того не делает даже Библия. В гостях у Клиффа Гольштейна. Здравствуйте, я Клифф Гольштейн. Рад, что вы снова смотрите нашу программу. Напомню, что вы смотрите серию передач под названием «Философия и вера», в которой мы знакомимся с мыслями разных философов, в основном западной школы. Мы пытаемся извлечь из их высказываний определенные уроки, которые помогут нам в вопросах понимания истины, окружающего мира и нашего места в нем. Помните, в прошлый раз мы говорили об учении известного греческого философа Сократа? Конечно, многие, возможно, не знают, о чем писал или чему учил этот философ, однако его имя у всех на слуху. В этом случае дело обстоит как с Библией. Люди о ней знают, возможно, она даже лежит на полке в их доме, однако они не удосуживаются заглянуть в нее. Как я уже говорил, иногда трудно провести разграничения между Сократом и его учеником Платоном, потому что большинство информации о Сократе мы получаем именно из диалогов Платона. Вот у меня есть собрание диалогов Платона, и в большинстве из них участвует Сократ, там его речи. Я не уверен в том, насколько точно переданы мысли самого Сократа, противоречащие мнению Платона. Думаю, что его реплики в значительной степени отражают воззрение самого Платона, однако это совсем другой вопрос. Во всяком случае, эта книга состоит из множества диалогов. Там очень мало действий. Если вам нужны действия, почитайте лучше Шекспира. А это просто записи диалогов людей, разговаривающих, размышляющих о философии в разных местах, на перах, например. В этих разговорах много реплик Сократа, разъясняющих то, что, как я сказал, в общем понимании было философией Платона. Возможно, это не звучит так уж захватывающе, но если вам нравится философия, то эти диалоги, хоть местами и запутанные, покажутся вам чрезвычайно полезными для развития глубины и широты мышления. Один философ 20-го столетия, Уатхейт, как-то сказал, что вся философия по большей части является комментариями к Платону. И когда вы действительно вникнете в содержание трудов Платона, то поймете, насколько верно замечание этого философа. Почти вся философия сегодня тем или иным образом занимается теми же вопросами, которые поднимал Платон в свое время. Подумать только, этот человек жил за 400 лет до Рождества Христова. В то время это было удивительным интеллектуальным достижением, стремительным полетом мысли. Хотя многое в его размышлениях, на мой взгляд, было неверным. Понимаете, это был сам метод, сам путь и средство поиска ответа на эти вопросы. Вот что потрясающе. Важен сам процесс постановки вопросов, поиска ответов, попытки найти его. Это просто удивительно. В этих поисках мы можем увидеть богатство и глубину классической афинской культуры. Даже сегодня, столетия спустя, поднятые Платоном темы остаются очень актуальными для множества философов и являются зачастую ответами Платону. В свою очередь, многие пытаются опровергнуть суждения, высказанные Платоном. И на мой взгляд, весьма иронично то, что философия на протяжении вот уже сотен лет пытается опровергнуть то, в чем, как мне кажется, Платон был прав. Как я уже говорил в предыдущих программах, с помощью образа Сократа Платон противопоставлял своей идее релятивизму софистов. Знаете, в наши дни тоже существуют софисты, только мы называем их постмодернистами или релятивистами. Сократ же доказывал существование, говоря современным языком, универсальной, определенной и бесспорной истины. Также в предыдущей программе мы видели на примере Сократа, думаю, вы знаете, что трудно провести четкое разграничение между Платоном и Сократом, что вера человека в существование истины еще не говорит о том, что он знает эту истину. Думаю, что одна из наиболее фундаментальных доктрин Сократа и Платона, которая легла в основу остальных их трудов, эпистемологии и онтологии и многих других, была совершенно ошибочной. Точнее, я имею в виду идею бессмертия человеческой души, которую мы рассматривали ранее, ее связь с возможностями человеческого восприятия и знания в целом. Во многом это пример того, как человек, имея ошибочное предположение, неверную отправную точку, расплывчатые представления, построенные на шатких основах, все же может правильно или, по крайней мере, отчасти правильно понимать эти вещи. Это похоже на человека, решающего задачу по математике, который использует неверный алгоритм, неправильную формулу, однако в результате все равно получает правильный ответ. Но мне кажется, что в данном случае это не просто счастливая случайность. Платон, как и многие другие из нас, обнаружил множество признаков существования истины. Давайте рассмотрим это на простом примере. Если я скажу вам, что французского императора, который потерпел поражение в битве при Ватерлоу, звали Джордж Вашингтон, то вы, конечно же, ответите, что я не прав. Абсолютно не прав, не так ли? И если я скажу, что 2 плюс 2 в десятичной системе исчисления равно минус 14, то вы тоже скажете, что я абсолютно не прав. То есть это не частично неверно и не относительно неверно. Хотя относительно все же может быть. Ведь, конечно, если бы я сказал, что 2 плюс 2 равно минус 9 миллионов, тогда предыдущий ответ был бы ближе к истине. Однако вам все же придется признать, что это неверно. И вы тогда скажете, что это абсолютно неверно. Если бы я сказал, что сейчас нахожусь на Альфа-Центавре и записываю свою программу на этой звезде, это было бы абсолютной ложью. Хотя, возможно, вы не сможете доказать, что я говорю неправду. Поэтому вы можете быть не до конца уверены в том, что я не прав. Понимаете ли, сама уверенность в том, что что-либо неверно, еще не доказывает того факта, что оно в действительности ложно. Что-либо считающееся неправильным, нельзя равнять с тем, неправильность чего полностью не доказана. Что-либо может быть абсолютно неверным, но у нас может и не быть способа доказать его ошибочность. Возможно, его неправильность вообще нельзя доказать, даже если оно является таковым. Как я уже говорил, сам процесс доказательств и утверждений очень тяжел. Мне кажется, что лишь при условии существования Всеведущего Бога можно доказать, что что-либо абсолютно неверно. Но это уже другой вопрос. Если мы с легкостью можем сказать, что что-то абсолютно неправильно, вспомните наш пример 2 плюс 2 равно минус 14 в десятичной системе исчисления, то с той же легкостью мы можем утверждать, что что-либо абсолютно верно, не так ли? Доказать это другое дело, и я не хочу сейчас в это вникать. Но давайте обратим внимание на идею Платона о существовании абсолютов. То есть, если мы можем назвать что-то абсолютно неправильным, почему тогда мы не можем назвать что-то абсолютно верным? И если что-либо может быть абсолютно верным или абсолютной истиной, то значит абсолютная истина существует. Звучит очень просто, не так ли? Однако доказать это совсем другое дело, но даже сама вера в существование абсолютной истины уже служит хорошей отправной точкой для ее поиска, не так ли? Например, если я не верю, что Атлантида существует, то зачем мне пускаться на ее поиски? Если я не верю в существование источника вечной молодости, то зачем же мне тратить время на поиски этого источника? Та же история с истиной. Если я не верю в ее существование, то зачем мне ее искать? Однако дело, если вы верите в то, что она существует или может существовать, но мы можем никогда ее и не узнать, и это может привести вас к тому же, к чему пришли те, кто считает, что истины не существует, то есть вы перестанете ее искать. Вот и все. Такое мировоззрение, по-моему, является главным образом результатом постмодернизма. Постмодернисты считают, что если даже истина и существует, то нам ее уж точно не дано знать. Так зачем зря стараться? Как я уже говорил, если вы хотите чизбургер, заказывайте чизбургер и получайте его. Вот и вся правда, которую вам нужно знать. Зачем копать глубже? Или они скорее сказали бы, что бы ни было правдой, зачем идти дальше? Это довольно грубый пример философии, называемой прагматизмом. Знаете, мне кажется, что это очень опасная философия, так как последствия ее действительно пугающие. Но не в этом дело. По их мнению, правда это то, что работает. Возьмите, например, группу людей и посадите всех их в тюрьму. И если это работает, если это приносит больше пользы обществу, делает его существование более безопасным, сделайте это. Заберите у людей их основные права и свободы, если это помогает обществу, делает мир лучше, то почему бы и не сделать этого? Сделайте это. Ведь такие заключения и действия, они могут стать следствием следования философии прагматизма. Но дело в том, что Платона не удовлетворял такой прагматичный подход к понятию истины. Ну, я имею в виду идею о том, что правда — это то, что работает, то, что помогает тебе получить чизбургер. И в этом я абсолютно с ним согласен. Платон искал истину, потому что был уверен в ее существовании, и с тех пор интеллектуальная составляющая западного мира изменилась. Платон родился примерно в 423 году до н.э. в Афинах. Он происходил из весьма аристократической семьи. В молодости он был учеником Сократа, который и является неизменным участником его диалогов. Приблизительно в отрасли 40 лет он организовал так называемую Платоновскую академию, и, вероятно, это было первое в мире высшее учебное заведение. Оно существовало более 800 лет, пока император Юстиниан не закрыл его в 529 году н.э. Возможно, для большинства людей это ничего особенного не означает, но я могу себе только представить, как чудесно было учиться в этой академии. Единственное, что было бы для меня более интересным, это учиться у ног Христа. Дело в том, что отношение Платона к Афинам было непростым, поскольку именно Афиняне казнили его любимого учителя Сократа. Это было сильным ударом для Платона и в значительной мере повлияло на его мышление на всю оставшуюся жизнь. А что же Платон думал об истине? Об этой неоспоримой, неизменной и вечной истине, существовании которой Платон так непоколебимо защищал? Платон, мне нравится читать один из его диалогов, называемый Минон, по имени одного из действующих лиц. Так вот, Минон в этом диалоге обращается к Сократу, главному участнику большинства его диалогов. Платон имел тенденцию называть свои диалоги именами одного из собеседников, и этот диалог тоже начинается с разговора Минона и Сократа, героя практически всех диалогов, как я уже заявлял. И он задает Сократу очень простой вопрос. Можно ли научиться добродетели? Весьма актуальный вопрос, не так ли? Он имеет большой практический смысл. Я не имею в виду вопрос, вроде того, сколько ангелов могут танцевать на головке булавки, или можно ли войти в одну реку дважды. Если добродетели можно и научить, тогда кто должен этим заниматься? Общество, родители или школы должны обучать добродетели, особенно в свободном, демократическом обществе. Многие считали, что процветание самой страны зависит от добродетелей его граждан. Если добродетели можно научить, то это является сверхважной задачей. Если бы действительно можно было научить добродетели, то отцам-основателям Америки очень бы это понравилось. Конечно, если бы вы жили в полицейском государстве, как в дистопии 1984, Оруэлла. Не думаю, что это было бы столь важно. Там можно было бы наводить порядок в обществе при помощи дубинок и концлагерей. Но видите ли, в свободном, демократическом обществе добродетель очень важна. Вопрос в том, можно ли и научить. Это не какое-то нелепое, абстрактное понятие. Здесь важно практическое применение. Как бы то ни было, Минон спрашивает у Платона, можно ли научить добродетели? В классической версии Сократ как бы возвращается немного назад и задает вопрос, а что такое добродетель? И в диалоге он прямо говорит, я цитирую, «Я не только не знаю, что есть добродетель, я даже не встречал человека, который бы это знал». Другими словами, перед тем, как рассматривать вопрос о том, можно ли учить добродетеля, было бы неплохо понять, что же такое добродетель. Сократ говорит, что он не знает, что это такое, и возможно Минон так же, потому вопрос непростой. Однако же Минон удивлен ответом Сократа, он спрашивает, «Как же, ты не знаешь, что такое добродетель?» Минон начинает перечислять добродетельные вещи, справляться с государственными делами, благодетельствуя при этом друзьям. Добродетель женщины хорошо распоряжаться домом, блюдя все, что в нем есть. Не думаю, что нужно рассказывать об отношении греков к роли женщины. Однако он продолжает, говоря, что есть различные добродетели, касающиеся детей, рабов и так далее. В своем классическом стиле Сократ отвечает, «Кажется, мне повезло, я искал одну добродетель, а обнаружил целый ряд добродетелей, которые ты предлагаешь». Платон, Минон, «Избранные диалоги», страница 355. Сказал он это, конечно же, в шутливом тоне, потому что Минон не объяснял ему, что такое добродетель. Он просто перечислял разные вещи, которые считал добродетельными. Минон лишь приводил относительные примеры, иллюстрирующие различные добродетели. Вопрос же Сократа требовал всеобъемлющего ответа, который показал бы, что именно делает добродетельные вещи таковыми. Он искал общий принцип добродетели. Например, кто-то спрашивает у вас, «Что такое автомобиль?» А вы в ответ называете определенную модель, «Порше 918 Спайдер». «Это автомобиль» или «Или же Плимут Валиант 1974 года?» «Это автомобиль» или «Лексус РХРФВД?» «Это автомобиль». Это, конечно же, верно. Однако это только примеры, а нам нужно понять, что такое автомобиль сам по себе. Нам нужно общее описание, которое подходило бы ко всем существующим и существовавшим автомобилям. Платон также задается вопросом в этом диалоге «Что такое форма?» И вы можете сказать «Круглый, квадратный, прямоугольный» и так далее, и так далее. Вы опять-таки будете правы. Но это просто примеры форм. А что такое форма сама по себе? Какое универсальное определение вы дадите понятию формы? Это определение должно характеризовать все без исключения формы. Аналогичное определение добродетели пытается найти Сократ, беседуя с Миноном. Как бы то ни было, в ходе разговора выясняется, что определить добродетель не так уж и легко. Первоначальный вопрос «Можно ли научить добродетели?» кажется понятным, однако прежде чем учить, вы должны знать, чему вы будете учить. Этот диалог, как и многие другие, заканчивается без конкретного ответа на поставленный вопрос, потому что, как видите, найти его не так уж и просто. Знаете, ради интереса я просмотрел определение добродетели в словаре, и вот что я нашел. Моральное совершенство, доброта, праведность. Второе. Соответствие жизни человека с моральными и этническими принципами. Порядочность, нравственность. Третье. Невинность, целомудрие. Как видите, мы можем упустить третье, ведь именно таким образом описывал добродетель Минон. Он просто приводил конкретные примеры. Но посмотрите на первые два определения. Моральное совершенство, доброта, праведность, честность и так далее. Это выглядит лучше, так как не является простым примером добродетеля. Однако, помогает ли эти определения понять, что такое добродетель? Я так не думаю. Да, в данном случае мы видим непримеры, но тут словарь просто дает синонимы к слову «добродетель», не давая полного определения. Добродетель — это любезность, добродетель — это праведность, но что такое доброта? Что такое праведность? Добродетель — это порядочность, но что такое порядочность? Что такое доброта? И так далее, и так далее, и так далее. Сейчас же мы коснулись момента, о котором уже говорили ранее, Ограниченности человеческого языка О том, как мы попали в ловушку ограниченности человеческого языка Это глубокая и философская мысль Как бы то ни было, перед нами тупик Мы как будто застряли, перед нами стоит вопрос Можно ли научить добродетели? Забавно, не так ли? После долгих раздумий мы так толком и не поняли, что же такое добродетель Однако Сократ говорит следующее Любой, кто обладает добродетелью, получил ее как Божий дар Божий дар Становится интересно Мы углубляемся здесь в теологию Но это не та теология, о которой думает большинство людей И которую верующие люди нашли бы приемлемой А сейчас мы подошли к одному из самых знаменитых мест диалогов Платона В котором мы можем увидеть его понимание истины Ведя беседу, Сократ замечает, что Минон взял с собой мальчика-раба Сократ спрашивает его об образовании молодого раба, который был не очень-то образованным Но так как был варваром, термин которым обозначались люди негреческого происхождения Но далее случается нечто удивительное Сократ начинает рисовать на земле разные геометрические фигуры Неважно какие Как известно, геометрия занимала важное место в мышлении Платона Затем Сократ начинает задавать неграмотному рабу вопросы Показывая пальцем на нарисованные фигуры, расспрашивая кое-что о них Сократ задает мальчику вопросы, на которые, казалось бы, необразованный раб не мог ответить Но удивительно то, что мальчик-раб отвечает верно на эти вопросы Он, кажется, понимает вещи на примитивном уровне У него самого возникают какие-то вопросы А затем складывается впечатление, что мальчик понимает теорему Пифагора Платон подводит нас к вопросу Как он может понимать это? Как необразованный раб может понимать эти геометрические постулаты? Как же ему это удается, необразованному рабу? Давайте посмотрим на слова На слова Сократа в окончании диалога Он здесь говорит следующее Добродетель дается, как Божий дар Что это значит? Согласно Платону, мальчик-раб всегда знал это, потому что его душа была вечной и бессмертной И когда-то она существовала в идеальной реальности Так называемом мире чистых форм Тогда же все эти истины были открыты душе, которая была вне человеческого тела В этом идеальном мире Только воплощаясь, душа скверняется Перед тем, как существовать в нашем мире Всякий раз, когда душа воплощается в человеческое тело Она постигает чистую истину А далее, как мы видели в предыдущих программах После смерти душа освобождается от таков тела И снова попадает в мир абсолютной истины Как бы то ни было, мальчик-раб мог знать это, потому что он всегда обладал этим знанием Он существовал в другой сфере, как чистая душа Таким образом, он знал все это, и когда душа воплотилась в тело, мальчик смог это припомнить Вот такая вот теория Платона известна под названием теории воспоминания или реминисценция Согласно ей, знание — это всего лишь воспоминание того, что душа знала прежде Платон верил в то, что существует сфера абсолютной истины Но место ее существования — совсем другая история И душа парит в этом вечном мире абсолютной истины, познавая ее То есть мальчик-раб не учил этих вещей Он просто вспомнил их Он существовал в мире идей в виде бессмертной души И таким образом, он обладает всеми этими знаниями Он просто вспомнил то, что знала его душа Сегодня для меня это звучит как полный нонсенс И я думаю, таковым оно и является Потому что для начала я не верю в бессмертие души Большинство людей считают, что Платон повзаимствовал эту идею у Пифагора У Пифагора же были подобные взгляды, но не в этом дело Я даже не хочу сильно сосредотачиваться на Платоне Конечно, тысячи лет спустя, основываясь на библейской точке зрения Мне довольно просто видеть ошибочность такой теории Даже сегодня, по разным причинам, многие светские люди опровергают эту теорию Вернемся к мысли, которую я уже озвучил в начале Вы можете прийти к правильным заключениям, даже основываясь на неверных предположениях Как произошло в случае с Платоном Иными словами, они правы, опровергая его метод, даже если у них неверные мотивы Конечно, они тоже делают выводы, но это другой вопрос И вот какой урок мы можем из этого извлечь? Что великие люди, обладающие великими идеями, могут придерживаться ошибочных учений и иметь неверное понимание на своем пути к истине Например, Исаак Ньютон, основатель классической физики, написал более миллиона слов по алхимии Миллион слов, которые, тем не менее, не вошли в его базовые опубликованные труды Так как все знали, что это абсурд Аналогично вера Платона в бессмертную душу могла заставить его верить в абсолютную истину А возможно, все обстояло как раз наоборот Скорее, вера Платона в абсолютную истину заставила его верить в бессмертную душу Как было на самом деле, я не знаю Суть, которую я пытаюсь донести в течение этой программы, состоит в том, что истина существует И более того, люди могут прийти к ее познанию В какой-то степени она должна быть принята верой Но не слепой верой, а верой, связанной с пониманием существующих границ и пределов любых человеческих знаний во всех сферах Один автор написал, что он не боится истины с большой буквы, которая выдержит философское исследование И я с ним согласен Истина остается истиной, несмотря на то, можем ли мы принять ее Она остается такой, независима от нашего анализа Независима от того, какую философию мы к ней применяем Истина остается истиной, даже если мы перестаем верить в то, что это истина Знаете, истина сама по себе вне опасности В опасности находятся такие субъективные, ограниченные, слабые, безразличные существа, как мы, которые так легко обмануть Политики философ Лео Штраус как-то написал «Я не могу поверить в Бога, поэтому я ищу возможности жить без веры» Он продолжал, что касается вопроса относительно верного способа жизни, то это единственный правильный способ Искать ответы, не веря в то, что ты можешь их найти? Это верный способ жизни? Я не согласен И думаю, Платон бы тоже не согласился с этим Как мы видим в своих поисках истины, Платон в чем-то был прав А в чем-то очень и очень неправ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!